В Борисоглебске прошел 9-й Всероссийский фестиваль русской словесности и культуры во славу Бориса и Глеба. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня города. В рамках фестиваля в конференц-зале Борисоглебского ипорхиального управления состоялась дискуссия «Русская консервативная мысль и патриотическое искусство». Конечно, мы не можем дать ответа в масштабах всей страны, но порассуждать о том, как в нашем сердце отражаются события современности, в зеркале событий прошлого, порассуждать о путях своего понимания «Я, как житель Великой России, я, как житель Святой Руси, ни для кого из нас не будет лишним». Мы надеемся, что сегодняшняя наша площадка вызовет интерес, живое участие и даст нам всем и новые знания, и пищу для размышления, и по-хорошему основания для такой домашней работы над собой, над своим ощущением. И, быть может, мы будем более искусны в том, чтобы защищать, с честью, с достоинством, не стыдясь, не пряча глаза звание гражданина России, звание преемника великой цивилизации. Порассуждать о том, как мысль о русской цивилизации, о русской традиции отражалась в общественном сознании, отражалась в русской культуре, собрались люди, сидящие в этом зале. Ведь общество, которое не может сказать о себе «Я», не видит своего пути в истории, а осознает себя частью некого чужого проекта, не может быть признано зрелым. В рамках дискуссии был рассмотрен вклад отечественной консервативной мысли в становление государственной идеологии. Консерватизм в России проявил себя на рубеже 18-19 веков и был представлен именами Державина, Карамзина, Уварова, Жуковского, Зрелого, Пушкина, Тючего, Гоголя, Достоевского, Ильина. Все это цвет русской мысли, науки, литературы. В советские годы консерватизму был придан несколько негативный оттенок, тем не менее консерватизм отставил идею сильного государства и преобладания его интересов над интересами индивидуума. Наши индивидуальные желания, все наши индивидуальные цели должны соображаться с интересами всего того, что выше нашего. И это одна из принципиальных установок консервативного сознания. Соответственно, консерваторы – люди, которые любят порядок. Если выбирать между свободой и порядком, они выберут порядок. Институты и традиции, которые позволяют поддерживать вот эту самую традицию и порядок. Невозможно это без церкви, без школы, без самобытной национальной культуры и так далее.